МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 августа – особенный праздник для всех православных. В этот день в 1754 году родился Серафим Саровский. В 1903 году его канонизировали, а в 1991-м святые мощи вернули на Дивеевскую землю. Сегодня тысячи паломников со всего мира приезжают в Дивеев на торжества, посвященные Дню памяти Серафима Саровского, чтобы прикоснуться к мощам преподобного и искупаться в святом источнике. Для того, чтобы желающие побывать на серафимовских торжествах смогли приехать на праздник заранее, в Дивееве развернули палаточный городок. Он рассчитан на 4000 человек. Ежечасно сюда приходят все новые и новые гости. Сейчас в городке проживает более 2000 человек. Думаем, что сегодня, накануне Божественной Литургии, прибудут еще паломники из разных мест России, ближнего и дальнего зарубежья. В городке есть все необходимое для жизни. Полевая кухня, душевые, сделаны розетки для зарядных устройств. В центральной часовне расположили святыни с крестных ходов. Доступ к ним также есть у всех желающих. Подумали и о безопасности гостей. Регулярно в палаточном городе дежурят машины скорой помощи и сотрудники силовых структур. Сам палаточный городок устанавливался силами национальной гвардии. А в обеспечении городка участвуют многие-многие службы. Это и отдел полиции по Дивеевскому району, это медицина катастроф, это сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, ну и, конечно же, наши питатели, наши кормители, это облпотребсоюз. Но большую часть времени у гостей занимает посещение богослужений и осмотр достопримечательностей Серафима Дивеевского женского монастыря. Ради возможности поклониться святым местам и прикоснуться к мощам преподобного, люди приехали из разных уголков страны. Мы очень любим это место и с удовольствием всегда сюда приезжаем. Благодать на душе, приятное ощущение. Это надо побывать, почаще приезжать по возможности. Мы очень рады, что сюда приехали. Такое место святое, прекрасное, красивое, во-первых. И в храме побываешь, на душе так сделается, как будто, как все говорят, там побыли. Одни впервые приехали на торжества, для других это стало доброй семейной традицией. Несмотря на то, что многим пришлось преодолеть не одну сотню километров, они испытывают на праздничных мероприятиях с кожей чувства. Очень хорошо, приятно даже. Душа здесь отдыхает. Мне нравится здесь. Это ощущение. Ну, Божья благодать здесь. Впечатления только положительные. И после этих впечатлений только одна благодать на душе. Все внутри светится. Не знаю, как передать еще словами. Не передашь словами. Усталость от дальней дороги и жаркий день не стали препятствием для того, чтобы отказаться от посещения монастыря. Паломники за несколько дней смогли посетить все достопримечательности Дивеевской обители, искупаться в источники и пройти по Святой Канавке. 15 мая сайт Саров24.ру запустил конкурс с суперпризом, которым стал электрический самокат. 15 июля прием работ в рамках фотоконкурса «Саровская ривьера» подошел к концу. В борьбе за главный приз приняли участие сотни горожан. Жюри получило более 200 работ – портреты, пейзажи и селфи. Победу отдали за самый креативный подход. О том, кто стал победителем фотоконкурса, расскажем далее. Ну что, пришло время расстаться вот с этим вот самокатом. Как это ни прискорбно, но мне придется его отдать. Причем отдать его в надежной руки и отдать его победителю. Победителю фотоконкурса «Саровская ривьера». Мы его нашли, человек старался, выигрывал, фотографировал. Ну и теперь сегодня заберет. Заберет этот самокат фирмы Xiaomi. Ну, точнее, это не тот самый самокат, на котором я катался. Это совершенно новый, еще в пленочках. Пойдемте отдавать. Подобный фотоконкурс сайт «Саров24» проводит впервые. Локацию выбрали ту, которая больше всего понравилась в первую очередь жителям города. Новый жилой комплекс «Саровская ривьера». Анатолий Белухин, отправляя фото на конкурс, о победе даже не думал. Интересное место, интересный свет и правильно выбранное время. Вот что было для него важно. Фотографировать днем – это, я считаю, банально. Все фотографирую днем. Вот, поэтому я решил, как бы, сделать ночные снимки. И поэтому снимал ночью, со штатива. Приз за победу весомый – новенький электросамокат известного бренда. За него стоило побороться и проявить весь свой талант фотохудожника. Правда, как признался сам Анатолий, в первую очередь в углове ула стояло именно творчество. Ну, я такой товарищ улеченный фотографией. Уже давно занимаюсь фотографией. И поэтому мне это интересно было просто вот с точки зрения, так сказать, искусства. Претендентов на главный приз было огромное количество. Первые работы прислали ночью 15 мая, в день, когда стартовал конкурс. А последние работы упали на электронную почту в ночь с 15 на 16 июля, когда прием заявок был уже прекращен. Выбор был непростым, но обойти Анатолия Белухина не смог никто. Конкурсную комиссию покорил подход этого участника вообще к съемке. Не каждый человек ночью придет сюда на 3 часа и сделает целую серию просто замечательных, красивых, качественных фотографий. Свой приз Анатолий сразу же опробовал в деле. Разогнался, притормозил и с восхищением отметил и добротность конструкции девайса, и плавность хода, и отличный дизайн. По его словам, теперь добираться до места съемки станет значительно удобнее и быстрее. В Нижнем Новгороде прошло совещание по вопросам развития паломнического туристического кластера «Арзамас Девеева-Саров». В проект программы мероприятия вошло 56 предложений, в числе которых оказалось строительство автомобильных дорог в объезд дальней и ближней пустыны к подъезду к будущему зданию детской поликлиники на улице Чапаева. В сфере благоустройства запланировано обновление территорий в районе дальней и ближней пустынок, пойма реки Сатис в районе лыжной базы, набережной реки от Маслихинского моста до моста на улице строителя Захарова и детского парка на улице Сосина. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчане из ядерного центра принимают участие в третьем отраслевом чемпионате «Атомскилс-2018». Соревнования проходят в Екатеринбурге и завершатся 2 августа. В них представляют 4 участника и 4 эксперта в компетенциях электромонтаж, электроника и лабораторный и химический анализ. Помимо конкурсной части в рамках чемпионата проходит и деловая программа. В этом году ее лейтмотивом стала трансформация требований к компетенциям в условиях глобальных вызовов. Представители ядерного центра также принимают участие в дискуссиях. Спасатели предупреждают, ближайшие несколько дней будут действительно жаркими. Всю вторую половину недели в регионе будет действовать предпоследний четвертый класс пожароопасности. В связи с этим повышается вероятность возгорания лесов и торфянников. В региональном управлении МЧС убедительно просит граждан не сжигать мусор на своих садовых и дачных участках, не разводить костры в лесах, а при обнаружении даже самых малых возгораний немедленно звонить пожарным. У юных саровчан появилась возможность съездить в Артек. Как сообщает департамент по делам молодежи и спорта, конкурс на отбор на осеннюю смену в детский центр Крыма уже начался. В нем могут принять участие ученики восьмых классов. Портфолио с дипломами и грамотами можно принести в департамент до 8 августа. Более подробная информация по телефону 6-71-79. В последних числах июля у жителей нашей страны есть прекрасный повод вспомнить о преданных и верных друзьях. Во всем мире отметили Международный день дружбы. Юные саровчане тоже не остались в стороне. В клубе «Мечта» Центра внешкольной работы прошел мастер-класс, посвященный этому празднику. Ребята вспоминали поговорки и песни о дружбе и даже создавали подделки на эту тему. День дружбы собрал ребят разных возрастов. Степану Ануфриеву всего 10 лет, но он уже точно знает, кто такой настоящий друг и почему так важно дружить. Дружба – это когда, например, несколько людей дружат вместе, и они как бы делают все вместе, они друг друга не обижают, гуляют вместе. Ребятам предстояло пройти четыре испытания – составить из фраз пословицы, вспомнить песни о дружбе, написать добрые слова на ромашке и своими руками создать подделку. Участники праздника весело и с пользой провели время, а также смогли узнать друг друга с новой стороны. Мне очень понравилось это мероприятие, День дружбы – это очень хороший праздник. Сегодняшнее мероприятие помогло нам стать дружнее. Во время конкурсной программы дети узнали о символах дружбы разных народов. У индейцев это фенечки, хризантемы у японцев – кладахский символ у ирландского народа. Именно с малых лет, когда детки еще самые маленькие, нужно закладывать основы доброго отношения друг к другу, чтобы воспитывать умение пойти на компромисс, помогать друг другу. Завершился праздник хороводом дружбы, после чего всем участникам вручили памятные дипломы. Стать мастером спорта к этой цели стремятся все спортсмены. И достичь ее может каждый, если будет усердно тренироваться, соблюдать дисциплину и показывать высокие результаты на крупных соревнованиях. 23 нижегородским спортсменам присвоили звание мастер спорта России международного класса и мастер спорта России. Среди них оказался и саровчанин Иван Гусихин. Молодой человек занимается парашютным спортом. За три года занятий парашютным спортом Иван совершил более 250 прыжков. В 14 лет он прыгнул с парашютом в первый раз. Страха не было, потому что юноша не осознавал риска для жизни. Потом начинаешь уже прыгать, осознавать ответственность свою, за свою жизнь. И уже потихонечку мысли встают на место, и ты понимаешь, что ты делаешь. Парашютный спорт, как никакой другой, связан с высоким риском, и любой недочет или невнимательность спортсмена могут стоить ему жизни. Поэтому хорошая подготовка на земле – это залог успеха в воздухе. И Иван знает об этом не понаслышке. Собранность, четкие и грамотные действия в небе однажды спасли спортсмену жизнь. На одной из тренировок парашют долго не раскрывался, и Иван просто стремительно летел вниз. Очень долго. Секунд 10 встилил. Он образовался в такую свечку, то есть не наполнялся воздухом. Стало страшно. Но потом все стало нормально. Были и курьезные случаи, о которых Иван вспоминает с улыбкой. Однажды в работу спортсменов вмешалась стихия. И только благодаря своему мастерству спортсмены остались живы. Мы летим, и нас несет на провода, лэп. Ну, там, три тысячи напряжения, и мы там не знаем, что делать. Ну, в итоге мы решили приземляться в огороды. Мы приземлились в огороды, потоптали всю капусту. Кто-то из великих сказал, ставьте большие цели, в них легче попасть. Следующая высота, которую собирается покорить Иван, это чемпионат мира. В ближайших планах у него соревнования по точности приземления на молодежном форуме Иволга в Самаре. Джим Хану можно представить себе как вид автоспорта, в котором необходимо пройти полосу препятствий за максимально короткий промежуток времени. Пройдут соревнования 11 августа на стадионе Икар. Принять участие в них могут все желающие. Подробности далее. Авто, мото, а теперь еще и вело Джим Хана. Этот новый вид спорта подразумевает профессиональное владение транспортом в движении на скорости по определенному маршруту. Как правило, очень извилистому. То есть, Джим Хан, это имеет прямое отношение к автоспорту. Это преодоление полосы препятствий за максимально короткий срок и с минимальным количеством штрафных баллов. Все не так просто, как кажется. В условиях ограниченного пространства от участников потребуется знание технику скорения торможения, контроль равновесия, способность проложить наиболее эффективную траекторию прохождения маршрута. Можно подготовиться заранее, наверное, отработать какие-то навыки фигурного вождения. Предполагается, что это будет слалом, то есть объезд каких-то фишек змейкой. Предполагается перенос предметов с тумбы на тумбу. Ну и все секреты раскрывать не буду. Соревнования будут проходить в трех возрастных категориях. Дети до 9 лет, подростки с 10 до 16 и взрослые. Обязательные условия участия в конкурсе – это наличие шлема и защита локтей и коленей. Те, кто к нам придут по какой-то причине без велосипеда, участники старше 10 лет, мы сможем обеспечить и защитой, и велосипедом. Виртуозов владения двухколесным транспортом, а также тех, кто хочет просто попробовать свои силы в Джимхане, организаторы приглашают 11 августа на стадионы Кар. С трех часов дня до пяти будут соревноваться дети, а потом уже взрослые могут продемонстрировать свое мастерство езды на велосипеде. Лучший подарок, конечно же, мед. Эти слова из известного мультфильма уже давно претендуют на статус народной мудрости. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. А мед с пасеки пчеловодов Михайловых еще отличается богатым ассортиментом вкусов и сортов. Но найти лакомство по душе можно во Дворце культуры и досуга в Ниев. Там начинает свою работу выставка «Медовая феерия». С 3 по 5 августа в Центре культуры и досуга в Ниев проходит ярмарка «Меда». Пчеловоды Михайловы уже не первый раз в нашем городе. И соровчане успели по достоинству оценить мед с их пасек. На ярмарке традиционно представлен огромный выбор этого натурального лакомства. Каштановый мед улучшает кровообращение. Или, например, мед с пыльцой. Всего три чайные ложечки в день и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний. Потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов. Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный мед, диких пчел, майский мед. Есть мед с мумиё, с пиргой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. Прополисный мед с живицы тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний. И бронхиты, и ларингиты, и ангины. Его очень тоже хорошо кушают для профилактики. Кроме меда, на ярмарке вы сможете приобрести и другие продукты пчеловодства. Прополис, пыльцу, пиргу, мази для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней – с 3 по 5 августа. Вас ждут в Центре культуры и досуговнеев с 10 утра до 6 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии для вас работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова